всем привет это лекция размышления вслух мне пришла такая мысль поразмыслить на такую тему инструкция ко всему возможно ли это почему заходит речь об инструкции потому что чтобы мы не делали чтобы мы не выбирали вольно-невольно мы задаемся вопросом а правильно ли мы это темно какой алгоритм какой алгоритм того или иного действия и какой алгоритм выбора того что мы делаем рождается ли человек с уже готовой инструкции что ему делать в жизни как ему выстраивать ступеньки к своим целям да и вообще какие цели выбирать какой выбирать стиль жизни стиль выборов стиль поведения стиль цели средства наполнение содержание все это в общем то вещи которые мы так или иначе выбираем иногда совсем неосознанно потому что очень многому воспринимаем из того что в нас вкладывается так или иначе или то что идет изнутри что значит идет изнутри это значит инстинктивно происходит как ведет себя ребенок он ведет себя соответственно определенной свернутой программе развития которые разворачиваются разворачиваются с каждым месяцем годом жизни с каждым часом в раннем детстве что такое навязанное или вложенное снаружи это воспитание ценности которые в нас вкладывают очень много из этого производится путем сугестии внушения внушается внушается через коридор открытости сознание молодого сознания юного бывает что спорят о том доля чего больше воздействия на человека его генетика происхождение то что вот изнутри или то что снаружи среда окружение обстоятельства воспитания но мы зададимся другим вопросом а что здесь мои а что истинное а что действительно имеет смысл или я только такая кукла в которой столько невидимых ниточек они все время дергаются часто они дергаются или кнопочки которые нажимаются через подсознание и пространство моего выбора она вообще где-то в каких-то просто миллиметрах выражается и собственно что я действительно выбираю сам или сама вероятно это есть то что называют осознанностью вот эта инструкция где ее найти как ее прочитать а на каком языке она написана может быть она написана на языке каких-то не знаю молекул форму ну каких-то совершенно невиданных неведомых вещей которые я еще вообще не умею расшифровывать но может быть она все-таки существует и конечно в этом смысле очень интересно научное открытие невидимого неосознаваемого в том числе психоанализ фрейда который микроскопирует то что находится в подсознании как-то вот умеет оборачиваться в прошлое в начало и телескоп виктор франкла который глядит вдаль далекий смысл который через путь вот логотерапии школы франкла так называется логотерапия можно сделать близким свет далеких звезд холодный свет звезд который можно стрел теплым родным и конечно наука отвечает на очень много вопросов но какие-то интимные сокровенные потаенные наши глубины наверное они откликаются больше на искусство религию то что затрагивает струны души так вот где же эта инструкция как она написана и как подойти к такой осознанности которая позволит проживать каждый день и полно и счастливо и в свободе не будучи дергаем за ниточки это инстинкты или какие-то неосознанно усвоенные установки которые по сути не являются моими вот с чего начать как ее для себя составить как при всех ну вот таких материально административных долженствованиях этой жизни оставить для себя пространство внутренней свободы из которой вырастает цветок творчества непременно я думаю что непременно из почвы свободы вырастает цветок творчества или большое дерево с многими цветами или дерево может быть благотворительности каких-то благих дел в тени которого может укрыться много существ так вот с чего начать и я предлагаю начать вот с этой самой осознанности директивной такой вот простой и ясности беспреместного взгляда без малейшей оценки того что мы видим просто видеть это так редко и это так важно видеть в себе то что происходит со мной каждый день такая хитрая штука что как раз вот эти все установки которые нужно разглядеть они и собственно некоторые из них являются столь жестко оценочными что мешают взглянуть на себя спокойно объективно ну как-то даже объективность это некий фильтр ну просто вообще никак нейтрально вот просто фактически на себя взглянуть тут конечно нужно предустановка принятие всего бесстрашно и бесстрашно значит любящие в уверенности что все во мне в принципе изначально хорошо имеет какой-то смысл даже если по пути она исказилась какие-то чрезвычайные уродства ну все-таки разглядеть корни этого они начинали с чего-то наверняка замечательно хорошего ясно и спокойно и беспреместное самонаблюдение это первый шаг первый шаг освобождение от шелухи что я называю шелухой почему шелуха потому что даже самое самое благообразное например религиозное религиозное воспитание религиозные привычки навыки ритуалы ну все что принято считать чрезвычайно таким внешне благообразным если она усвоена вот так искусственно без внутренней глубоко проработанной почвы и понимания то возможно тоже окажется шелухой что же это за такая шелуха от которой следует избавляться и как подойти к истинной жизни из которой и вырастет там спонтанно прочно осмысленная инструкция живая в каждом моменте настоящая как подойти вот к этой удивительной свободе как как не прийти убрать шелуху а как ее убрать начать ее наблюдать вот очень просто ей богу а как ее начать наблюдать и как можно здесь разделить наблюдатели наблюдаемая какая интересная наука психология сам субъект науки сам себя изучает как же это возможно как будто микроскоп сам себя изучает как он на себя там смотрит удивительно ну да вот есть у нас вот это око я это называю око я око я уже много раз говорила разным людям извините если вы слышите это в повторении но в записи еще этого не говорила око я это таинственная субстанция которая умеет видеть действительно каким-то вот таким всеобъемлющим и любящим взглядом явления которые проходят через этот дисплей такой экран нашего сознания где-то и подсознание вот постепенное открытие око я и спокойно и еще расскажу беспреместная безэмоциональная бесстрастное безоценочное наблюдение но как будто бы перед вами течет река или вы наблюдаете медленное движение звезд на небосводе день это дня и месяц от месяца и даже год от года установить себе вот такой вот режим наблюдения он помогает раз за разом отслеживать отслеживать явления которые являются не мной они просто не являются мной раз отождествление с этими явлениями таинственные невероятно оздоровительные оздоравливающий личность процесс так устроена наша психика наша ментальная субстанция которая тоже не является до конца нами она так устроена что она может много нахватывать себя лишнего чужого не моего может как-то это внедрять в ход своих даже решений вот тех мелких выборов иногда и крупных которых мы говорили в начале и отслеживание этого этого само собою освобождает и высвечивает внутреннюю суть человека постепенно эта практика принесет хорошее счастливое освобожденное состояние естественно эта практика не является единственной и очень важна конечно же мировоззренческая проработка то есть осознанность ну подобно двум крыльям или вот двум рукам вообще у нас такая какая-то дуальная симметрия уши руки ну вот как правая и левая рука разум и чувства и если вот это самонаблюдение условно можно отнести к иррациональному началу что мы просто вот смотрим наблюдаем за ощущениями пытаемся проследить их корни но не обязательно без какого-то такого не надо какого-то такого уж сильно микроскопического всматривания да скорее такой как облачка летят вот так мы просматриваем те явления которые с нами происходят еще раз повторю это действительно могущественная практика приказалась бы ее такой бесстрастности даже без наполненности то есть в ней нет какой-то идеологии идеи в ней нет просто наблюдения это очень-очень важный навык навык умения способность при некой и абстракции такая грань если это сказать что это там правая рука и рациональный подход то конечно еще разумные серьезные глубокий такой ну продумывающий подход это вот мыслительный подход к жизни когда мы внимательно и глубоко осмысливаем свое существование и идеологическая проработка бытия собственного сознания собственной жизни это как раз то чего чему нас не учат для чего у нас не хватает инструкции ну вот нас как-то не наставляют но очень редко данных родители наставляют на какой-то очень глубоко спокойно и внимательно размеренное и подробное осуществление всего что происходит ну как-то действительно может быть в этом видят некоторые такое мудреное нездоровье ну что тип вот жизнь жизнь ничего и тут еще разбирать на молекулы можно с ума сойти до она совершенно не так скорее смазать и можно от бессмысленности от непонимания а спокойное рассмотрение явлений жизни с научной и просто мыслительной точки зрения это очень очень важная закладка наоборот психической стабильности психического здоровья